Итак, давайте посмотрим, что же такое быстрая сортировка. Этот алгоритм базируется на той же идее, что и mergeSort, он также эксплуатирует идею разделяя в гасплый. Давайте придумаем способ, которым мы могли бы разделить массив на две части, таким образом, чтобы все элементы в левой части были меньше или равны, чем все элементы в правой части. Если мы так сделаем, если у нас есть такой алгоритм, то после этого мы можем рекурсивно запустить процедуру сортировки левой части и правой части. И так как мы знаем, что все элементы в левой части меньше, чем любые элементы с правой части, то если мы знаем, что левая часть также упорядочена, как и правая часть, то можем доказать, что весь массив упорядочен. Оказывается, на основе этой простой идеи можно написать алгоритм, и он будет работать за достаточно хорошее время. Ключевым элементом в этом алгоритме является алгоритм разделения массива на две части, так, чтобы все элементы в левой части были меньше, чем любой элемент с правой. Ну, такой алгоритм чаще всего называют сплит. Я хотел бы рассказать про две идеи, как эту задачу можно решить. Так, давайте сначала посмотрим первый вариант, потом поговорим про тот вариант, который вы наверняка прочитаете в учебнике Кормина или Саджвика. Так, выберем два указателя. Один указатель поставим на начало массива, второй указатель поставим на конец массива. И будем говорить, что нас интересует... Мы будем пытаться разбить массив на две части, так, чтобы элемент разделитель всегда стоял, всегда бежал вместе с первым указателем. Вот. Будем выполнять следующую операцию. Будем сравнивать два элемента, на которые указывают указателями. Один. Мы его будем называть опорным элементом, или pivot в английской терминологии. И второй. Если они стоят на своих позициях, то есть если элемент, находящийся справа, больше, чем pivot, тогда мы будем считать, что правый указатель находится на своем месте, его надо просто подвинуть немножко ближе к указателю, указывающему на pivot. В данном случае подвинуть на одну позицию влево. Далее мы опять сравним два этих элемента. Если оказывается, что они стоят не на своих местах, то есть если элемент под правым указателем оказывается меньше, чем элемент под левым указателем, то это значит, что мы их можем поменять местами и поменять вместе с ними и указатели. То есть мы переносим элемент E вместе с указателем, который указывает на pivot, на позицию элемента A. А элемент A относим сюда. И после этого указатель, который указывает на элемента, сдвигаем на единицу в сторону указателя, который указывает на pivot. Таким образом мы описываем операционную процедуру, которая на каждом шаге смещает один из двух указателей в сторону другого. При этом вы можете явным образом считать, что один указатель указывает на pivot, второй указатель указывает на какой-то другой элемент, но на каждом шаге эти указатели будут сближаться. Это означает, что пройдет фиксированное количество шагов, которое в данном случае будет равно размеру массива минус один, после которого указатели совместятся. И вы получите ситуацию, что у вас больше нет каких-то элементов, которые бы находились либо не с той стороны, с которой не должны находиться относительно элемента, который является pivot. Так, давайте еще раз посмотрим, как этот алгоритм работает, и давайте убедимся, что он решает необходимую задачу разделения массива на две части. Мы в самом начале выставляем указатели на две границы массива. Это означает, что в начале мы можем гарантировать, что любой элемент, который выходит за пределы отрезка, заключенного между двумя указателями, для любого такого элемента можно сказать, что если он принадлежит левой части массива, то он меньше или равен элементу, на который указывает pivot. Если он принадлежит правой части массива, то он больше или равен элементу, на который указывает pivot. Мы так можем сделать просто потому, что размеры этих множеств в начале алгоритма нулевые, то есть пустые множества. После этого, когда мы рассматриваем элемент, на который указывает второй указатель, если этот элемент оказывается больше пивота, тогда мы говорим, ну, давайте указатель сместим на единицу в случае, если указатель на элемент правее, чем указатель на пивот. Если мы так делаем, тогда мы проверяем, что этот элемент принадлежит правой части, и проверяем, что он больше, чем элемент, на который указывает пивот. Таким образом, мы гарантируем, что если мы оставляем какой-то элемент на месте и отступаем указателем на единицу ближе к пивоту, то мы гарантируем, что для этого элемента мы сделали проверку, что либо он принадлежит левой части, как в случае элемента a, и при этом выполняется условие, что он меньше пивота, либо он принадлежит правой части, как в случае элемента g, И при этом он больше пивота. Ну, если быть точным, то либо меньше ли равен пивота, либо больше ли равен пивота. Таким образом, на каждом шаге мы не только приближаем два указателя друг к другу, но еще и увеличиваем либо левую часть на единицу, а в левую часть мы таким образом добавляем только элемент, который может быть меньше пивота, либо правую часть увеличиваем на единицу и туда добавляем элемент, который больше пивота. Таким образом, когда указатели сойдутся, где бы они ни сошлись, массив оказывается разделен на три части. Левая часть, где все элементы меньше или равны пивоту, собственно, пивот, и правая часть, где все элементы больше или равны пивоту. Вот здесь важна ремарка, что частей на самом деле не 2, а 3. Она оказывается критичной при реализации алгоритма быстрой сортировки, поскольку она позволяет гарантировать хотя бы квадратичное время работы этого алгоритма, в худшем случае. Если бы мы пивот по умолчанию прикрепляли либо к левой части, либо к правой части, тогда можно было бы придумать такой плохой набор данных, на котором алгоритм работал бы, ну, алгоритм сортировки работал бы совсем долго. Есть ли вопросы по этому алгоритму? Он не единственный. Альтернативных вариантов можно написать множество. Я хочу рассказать общий вид альтернативного варианта. Так, предположим, что у нас есть массив, и мы выделяем в нем также два указателя. Мы также будем говорить про три части в массиве. Это будет одна несортированная часть, но она будет лежать не в середине, как в случае, отображенном на слайде. Она будет лежать правее двух указателей. Это будет часть, которая меньше пивота. Она будет лежать между левой границей и первым указателем. И будет какая-то часть, которая больше пивота, она будет лежать между первым указателем и вторым указателем. Идея в том, что мы начинаем двигаться этими двумя указателями со значений 0,0. То есть мы предполагаем, что вначале мы не про один элемент не можем с уверенностью сказать, что он либо меньше, либо больше пивота. Поэтому вначале мы инициализируем указатели нулевым смещением и помещаем пивот в конец массива. После этого мы будем сравнивать элемент, на который указывает второй указатель. Ведь если нарисовать границы этих частей, то получится, что первая часть распространяется от нулевого элемента до первого указателя включительно, вторая часть распространяется от первого указателя включительно до второго указателя не включительно. А несортированная часть начинается со второго указателя. Таким образом, для того, чтобы рассмотреть каждый новый элемент в такой последовательности, мы будем брать элемент, на который указывает второй указатель. И сравнивать этот элемент с опорным. В случае, если элемент меньше опорного, мы будем помещать его в левую часть. Если он больше опорного, будем помещать его в правую часть. Давайте теперь придумаем, как поместить элемент в левую часть. Для этого нужно взять и увеличить размер левой части на единицы, но левая часть упирается в правую часть, и здесь есть элемент с индексом, давайте массив будет называться r, элемент a, it принадлежит в правой части, и нам его нужно оставить в правой части. Его надо поменять местами вот с этим элементом, с тем, который мы рассматриваем, а вновь рассмотренный элемент нужно поставить вот сюда, поскольку вот этот элемент соседствует с левой частью, поэтому для того, чтобы теперь левую часть увеличить на единицу и прирастить именно новым элементом, достаточно просто увеличить и на единицу, но для того, чтобы мы не потеряли только что рассмотренный элемент из правой части, нужно еще увеличить на единицу g. Таким образом, если элемент a, it оказывается меньше, ну здесь можно на самом деле написать меньше или равен, к пивоту мы говорим, слов a, it, а житое, увеличиваем на единицу i, увеличиваем на единицу g. В противном случае, если это условие не выполнено, то новый элемент нужно добавить в правую часть. Для того, чтобы это сделать, достаточно просто увеличить g на единицу, потому что новый элемент и так соседствует с правой частью, и этого будет увеличение g на единицу будет достаточно, чтобы увеличить размер правой части на 1. Ну и вот это нужно сделать в цикле, пока i и g меняются от 0 до значения n-1 невключительно. Вот этот алгоритм замечательен тем, что его можно написать в разных вариантах, и одной из задач к домашнему заданию является написание алгоритма быстрой сортировки или алгоритма поиска порядковой статистики с разными вариациями направления движения индексов и с разными знаками. Либо вам надо будет сделать так, чтобы пивот принадлежал левой части в конце работы алгоритма, либо правой части. В общем, с этим алгоритмом нужно будет как-то еще поработать. Вот. Но сразу можно сказать, что можно написать 4 разных вариации. Во-первых, можно двумя пивотами начинать двигаться с левой стороны, можно начинать двигаться с правой стороны, и можно часть, где элементы меньше пивота располагать либо слева, либо справа. Получается всего 4 варианта. Вот. Оказывается, используя любой из этих вариантов, можно написать алгоритм быстрой сортировки, поскольку все эти алгоритмы приводят к тому, что массив делится на 2 части. Давайте вернемся к оригинальному виду алгоритма разделения массива на 2 части. Еще раз поговорим, что же он делает. Нам на вход дают массив и дают какой-то индекс массиве, на котором расположен элемент, по которому массив нужно разбить на 2 части. Мы будем называть этот элемент опорным. Если такой элемент не выбран, тогда можно считать, что этот элемент вы берете, например, с первой позиции в массиве. Ну, эту позицию можно зафиксировать. Этот алгоритм требует расположения элемента, опорного элемента в конце массива. Для того, чтобы запустить его в случае, если опорный элемент все же находится в начале массива, нужно перед запуском этого алгоритма сделать своп между первым элементом массива и последним. Вот. Что же возвращает этот алгоритм? Как его можно использовать? Он должен вернуть позицию опорного элемента и гарантировать, что все элементы левее меньше, меньше ли равны все элементы, правее больше ли равны. Получается функция, которая на вход принимает массив, и, возможно, какой-то дополнительный индекс, и возвращает индекс. Давайте теперь посмотрим, как с помощью этого алгоритма можно написать быструю сортировку. Так. Здесь мы видим реализацию алгоритма сплит на две части. Вначале выставляем индексы и и ж в предельные возможные значения, и в ноль ж в конец. Вводим дополнительную переменную сайт, в котором будем хранить значения, а в какой из переменных и и ж находится пивот. Если сайт равно нулю, тогда пивот находится в переменной и. Если сайт равно единице, пивот находится в переменной ж. Поскольку выходим мы из цикла при условии и равно ж, поэтому, когда цикл заканчивается, нам не важно, чему равно и чему равно ж, потому что мы знаем, что они равны одному и тому же значению. После этого мы знаем, что массив разделен на три части, и нам надо дальше их отсортировать отдельно левую часть, отдельно правую часть. В случае, если размер левой части больше единицы, то запустим алгоритм quicksort рекурсивно на левой части. Если n больше чем и плюс единица, тогда запустим алгоритм quicksort на правой части. Обратите внимание, что суммарный размер частей, на которых вы рекурсивно запускаете алгоритм быстрой сортировки, здесь на единицу меньше, чем размер исходного массива. Вот. Если бы это условие не выполнялось, тогда была бы возможна такая ситуация, что индекс i оказался бы равен, например, n-1. В этом случае размер правой части был бы 0, а размер левой части был бы n. И мы бы запустили рекурсивный алгоритм на том же самом массиве, и он бы зациклился. Давайте теперь подумаем, как быстро этот алгоритм может работать. Рассмотрим два предельных случая. Один очень удобный для нас, мы его будем называть лучшим случаем, другой самый неудобный. Лучший случай достигается, когда массив всегда или почти всегда делится в соотношении один к одному. Если так случается, тогда мы можем попробовать оценить сложность, зная только размер исходного массива. Давайте предположим, что существует некая функция f от n, которая задает сложность работы алгоритма, которая зависит только от размера массива. Тогда время работы разобранного выше алгоритма можно представить как сумму времени работы алгоритма Split и сумму времен запуска алгоритма QuickSort на левой и правых частях в отдельности. Поскольку мы считаем, что размеры левой и правой части равны n пополам, и таких части две, и поскольку алгоритм Split работает за линейное время, в самом деле он состоит всего лишь из цикла, который проходит весь массив последовательно по одному элементу, то сложность алгоритма можно выразить как некая константа, плюс некая константа умножить на n, плюс время запуска алгоритма на массиве в два раза меньше, умноженное на 2. Оказывается, у этого уравнения существует решение вот в таком виде. И поскольку n-угарифмен растет быстрее, чем n, то асимптотически это выражение равняется n-угарифмен. Также вы можете в явном виде посчитать вот эту сумму и доказать, что ее асимптотика также равна n-угарифмен. Аналогичные выражения можно написать в случае, если вы знаете, что массив делится всегда в каком-то соотношении, которое не хуже, чем какое-то любое наперед выбранное рациональное число. Например, если про любой подмассив, на котором будет запущен алгоритм быстрых сортировки, вы можете сказать, что он разделится в соотношении не хуже, чем, например, 1 к 10, то вы также сможете написать аналогичное выражение, у которого будет отличаться только константный множитель c2. То есть асимптотически он также будет обладать сложностью n-угарифмен, но константный множитель будет немножко больше. Вот, однако, оказывается, можно придумать такие наборы данных, для которых массив не будет делиться в соотношении 1 к 1. Более того, он не будет делиться и в каком-то хорошем соотношении, так чтобы у нас была гарантия, что размер левой части — это как минимум какая-то фиксированная доля от суммарного размера массива. Давайте теперь рассмотрим самый плохой для нас случай. Будем считать, что массив всегда делится в соотношении 1 и n-1, где n — это размер исходного массива. Тогда даже поскольку мы говорим, что массив делится на три части, можем говорить, что размер левой части всегда равен нулю, а размер средней части всегда равен единичке. Таким образом, будем считать, что массив всегда будет делиться так, чтобы pivot всегда указывал после вызова алгоритма split на первый элемент. Тогда правая часть будет всегда уменьшаться на единицу. Левая часть будет всегда равна нулю. То есть мы будем рекурсивно запускать алгоритм на правой части сначала для всего массива, потом для всего массива без одного элемента, как вот здесь, от двойки до восьмерки, потом на всем оставшемся массиве от тройки до восьмерки и так далее. Можно доказать, что количество запусков здесь будет равна n-1, и сложность каждого запуска, каждого вызова операции split составит у от n. Таким образом, суммарная сложность составит n-квадрат. В начале лекции сказал, что если бы мы делили массив не на три части, а только на две, тогда получилась бы еще менее выгодная для нас стратегия. Тогда, возможно, была бы ситуация, когда размер левой части равен 0, а размер правой части остается n. И тогда алгоритм бы просто зацикливался. Оказывается, что существуют алгоритмы, которые в лучшем случае могут работать очень хорошо, то есть достигать фактически предельную теоретическую сложность для алгоритмов сортировки, которые основаны на сравнениях. А в некоторых случаях работать очень плохо. Оказывается, что алгоритм быстрой сортировки достаточно хорош. У него одна из самых маленьких… один из самых маленьких константных множителей. То есть, несмотря на то, что существует несколько алгоритмов, у которых асимптотическая оценка сложности n-algorithm n, у алгоритмов быстрой сортировки константный множитель при этой симптотической оценке оказывается самым маленьким. Поэтому его часто используют, ну, потому что он дает выигрыш, ну, может быть, в полтора раза по сравнению с межсортом или пирамидальной сортировкой. Но у него есть одно неприятное свойство, что в самой простой реализации он работает очень плохо. И тот случай, о котором мы только что говорили, реализуется, если на вход подать отсортированный массив или массив отсортированный в обратном порядке. Часто получается так, что когда вы пишете какой-то софт и в нем нужно вызвать функцию сортировки, то в эту функцию часто подаются данные, которые уже почти отсортированы. И если у вас есть алгоритм, который на таких… на таком виде данных, который вроде бы должен приводить к минимальному времени сортировки, работает очень плохо, то такой алгоритм, наверное, не очень хороший. Поэтому для того, чтобы алгоритм quicksort использовать, нужно придумывать какие-либо способы, которые позволяли бы гарантировать, что хотя бы на изначально отсортированном массиве не будет вести себя плохо. Вот. Ну… Существенно поменять поведение алгоритма можно, поменяв стратегию выбора опорного элемента. И одним из ваших заданий в домашнем задании является реализация этого алгоритма с разными стратегиями. Вот. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. Как можно починить время работы массива… время работы алгоритма быстрой сортировки на отсортированном массиве. Если вы будете в качестве опорного элемента всегда выбирать середину массива, тогда можно доказать, что массив будет делиться в соотношении один к одному. Ну, плюс-минус один элемент. И вы достигнете оптимального времени в случае, если массив изначально был отсортирован по возрастанию или по убыванию. Вот. Оказывается, этот алгоритм работает неплохо в среднем, но для него можно придумать последовательность, которая заставляет его также работать за время n-квадрата. Такие последовательности встречаются в реальной жизни не очень часто, но тем не менее встречаются, поэтому это не самая лучшая стратегия. Сует еще несколько. Более лучшей стратегией является выбор медианы трех элементов. То есть на каждой операции перед запуском операции сплит вам предлагается взять три позиции в массиве. Обычно это первая, последняя и средняя позиция. И найти медиану из этих трех элементов и ее использовать в качестве пивота. Такой алгоритм работает немножко лучше, чем алгоритм выбора пивота как среднего элемента. Вот. И оказывается, для него тоже можно написать последовательность, которая приводит к квадратичному времени. Если идея сгломать алгоритм сортировки кажется вам занимательной, можете обратиться к теоретической работе. Ссылку на нее можно скопировать из презентации. Вот. В этом исследовании доказывается, что для любого детерминированного алгоритма выбора опорного элемента можно доказать существование такой последовательности, которая приводит к квадратичному времени работы. Вот. Таким образом, если у вас есть код алгоритма быстрой сортировки, вы знаете, что там используется детерминированный алгоритм выбора пивота, вы можете сломать этот алгоритм, то есть заставить его работать за время n квадрата. Вот. Таким образом... Для того, чтобы этот алгоритм работал лучше, требуется какой-то другой подход. И таким способом является выбор опорного элемента случайно. Вы можете выбирать просто один случайный элемент и считать его опорным. Вы можете выбирать несколько опорных элементов, брать из них медиану и эту медиану считать опорным элементом. Можно делать еще какие-то вариации. Можно брать какие-то элементы с фиксированных позиций, например, с первой и середины массива, с конца, и еще три случайных. Из шести элементов выбрать медиану. Но оказывается, что выбор просто случайного элемента уже приводит к треням к хорошему времени работы. Вот. Тем не менее, если вы выбираете просто случайный элемент, тогда опять же можно доказать, что вам может очень не повезти. и вы можете всякий раз, например, n раз подряд, выбрать в качестве пивота сначала нулевой элемент, потом первый элемент, потом второй элемент и так далее. Понятно, что вероятность такого события ничтожно мала, но она все-таки существует. Вот. И таким образом про алгоритм быстрой сортировки можно сказать, что в среднем он в варианте по умолчанию работает плохо, но его можно значительно ускорить, если вы подберете хороший алгоритм выбора пивота. Вот. Оказывается, что существует алгоритм, который гарантирует оптимальное время работы алгоритма во всех случаях, это ситуация, когда вы будете выбирать в качестве пивота медиану или какую-либо порядковую статистику вида, там, n умножить на какую-то константу. Вот. Но поиск медианы — это отдельная задача, мы про нее поговорим чуть дальше. И такой алгоритм, несмотря на то, что он гарантирует симптотически оптимальное время работы для алгоритма сортировки, оказывается, он обладает очень высокой константой, и его все же не очень рекомендуют использовать. Таким образом, получается, что алгоритм быстрой сортировки хорош в среднем, он хорош в лучшем случае, хорошо работает для случайно перемешанных массивов, но для большинства реализаций либо существует такая последовательность, которая заставляет его работать за время n-квадрат, либо, в принципе, для любого массива такая ситуация может случиться, что алгоритм отработает за время n-квадрат. Это в случае, если вы используете рандомизованную версию алгоритма. Есть ли у вас вопросы по алгоритму быстрой сортировки? Давайте перейдем к следующей теме. Поговорим про алгоритм поиска медианы. На самом деле мы будем говорить не про поиск медианы, а про поиск порядковой статистики. Если медианой называется элемент, который бы оказался после сортировки массива в средней позиции, то катой порядковой статистики называется такой элемент, который оказался бы в сортированном массиве на катой позиции. То есть можно сказать, что медиана — это половинная порядковая статистика или порядковая статистика порядка n-пополам. Таким образом, если вас интересует минимальный элемент или максимальный, то про них тоже можно говорить как про порядковые статистики. Можно говорить про нулевую порядковую статистику, ну или про первую, если вы индексируете массив, начиная с единицы. И про n-ту или про n-1 порядковую статистику, как про минимум и максимум, соответственно. В первом модуле вы решали задачку о поиске минимума и максимума последовательности. Вы знаете, что эта задачка решается за линейное время. Для этого достаточно пробежать по всему массиву и каждый элемент сравнивать, например, с каким-то сохраненным значением и обновлять это значение в случае, если вновь встречаемый элемент меньше сохраненного значения. И вместе с этим обновлять индекс минимального элемента. Когда вы пройдете по всему массиву, у вас будет гарантия, что элемент, на который указывает сохраненный индекс, минимальный или максимальный в случае, если вы ищете максимальный элемент. Но оказывается, что вторую порядковую статистику, третью или порядковую статистику произвольного порядка таким простым алгоритмом найти не получается. Поэтому задача о поиске порядковой статистики представляет отдельный интерес. Но давайте ответим сначала на вопрос, а как долго может работать алгоритм поиска порядковой статистики? Или лучше так. Допустим, вы рассматриваете множество алгоритмов, которые решают эту задачу. Какие из них имеет смысл рассматривать, какие нет? Имеет ли смысл рассматривать алгоритмы, которые ищут порядковую статистику за время n-квадрат? Здесь же сортировки. Да. Если есть эти сортировки, значит, можно воспользоваться ими, чтобы найти порядковую статистику. Да, совершенно верно. Для того, чтобы написать поиск порядковой статистики, произвольного порядка, достаточно отсортировать массив, потом взять просто кат-элемент. Поэтому, если вам кто-то предлагает алгоритм поиска порядковой статистик, который работает за время хуже, чем n-логарифмен, то этот алгоритм не стоит вообще ничего, потому что вы можете реализовать то же самое с пользованием, например, merge-sort и просто поиска по индексу. Вот. Таким образом, мы будем пытаться решить задачу о том, как написать алгоритм поиска порядковой статистики, который работает быстрее, чем n-логарифмен. Более того, нам будет интересно, как это сделать за линейное время. Рассмотрим следующий алгоритм. Он очень похож на алгоритм TricksWord, но все же немножко отличается. Мы будем пытаться найти катую порядковую статистику. Давайте случайным образом выберем pivot из массива и разобьем массив на две части так, что все элементы в левой части меньше ли равны pivot, все элементы в правой части больше ли равны pivot. Теперь попробуем определить, в какую из двух частей попадет катая порядковая статистика. Если все элементы из левой части меньше, чем катая порядковая статистика, тогда если размер левой части оказывается меньше, чем k, тогда вы можете сказать, что если бы вы эту последовательность отсортировали, тогда в правой части нашелся бы какой-то элемент, для которого можно было бы сказать, что все элементы левой части меньше этого элемента. И этот элемент стоял бы на k-той позиции, поскольку k больше, чем найденная позиция pivot. В случае, если найденная позиция pivot меньше, чем k, тогда k-тая порядковая статистика попадает в левую часть. И для того, чтобы ее найти, наверное, придется запустить этот алгоритм рекурсивно на, ну, например, на левой части. Итак, нам нужен алгоритм, который сначала разбивает массив по какому-то случайно выбранному pivot, потом пытается понять, в какой из частей нам продолжать искать катую порядковую статистику. Мы знаем, что после вызова алгоритма split найденная позиция pivot, ну, элемент, который... Элемент, который стоит на позиции pivot, то есть pivot, будет находиться на своем месте. Также мы будем знать, что все элементы из левой части будут меньше или равны pivot, а все элементы из правой части будут больше или равны pivot. И вот эти границы между частями двигаться уже не будут. После этого мы можем рекурсивно запустить алгоритм быстрой сортировки на левой части, на правой части. Предположим, что мы это делаем и потом во всей отсортированной массиве последовательности выбираем катую порядковую статистику. Так вот, если мы после этого отсортируем еще левую часть, например, вот так рекурсивными вызовами квиксорта, и катая порядковая статистика попадет куда-то во вторую половину массива, например, вот сюда, тогда мы, оказывается, положение k относительно самого первого pivot'а можем определить, не ожидаясь окончания работы алгоритма быстрой сортировки. Мы можем посмотреть на позицию pivot'а после вызова первого алгоритма split и сразу же принять решение, нужно нам сортировать правую часть или не нужно. Оказывается, что если позиция pivot'а оказывается больше, чем k, ну или больше или равна, чем k, тогда катая порядковая статистика, в принципе, не может попасть в правую половину. Поэтому для того, чтобы найти катую порядковую статистику в таком случае, вам достаточно запустить тот же алгоритм просто на левой части массива с тем же самым индексом k. То есть если k попало вот сюда, достаточно просто вызвать поиск катой порядковой статистики вот на этом массиве. Если же катая порядковая статистика попадает в правую часть, тогда ситуация оказывается немножко сложнее. Вы знаете, что иском элемент будет вот в этой части массива. Но вот эта часть массива имеет индексацию, отличную от индексации всего массива, поскольку нулевой элемент вот этой части будет лежать с каким-то ненулевым смещением в исходном массиве. Это смещение будет равно позиция пивота плюс единичка. Ну, плюс единичка, потому что вам надо отступить на один элемент правее пивота. Вот. Таким образом, после того, как вы найдете позицию пивота, вы можете провести сравнение и вывод между тремя случаями. Либо элемент попадает в левую часть, либо он совпадает с пивотом, тогда вы сразу возвращаете искомую позицию, найденную позицию пивота, либо он попадает в правую часть, и тогда вы ищете элемент в правой части массива. Но правая часть массива смещена на величину позиции пивота плюс один, поэтому вы вычитаете из искомой порядковой статистики на размер левой части плюс единичку. То есть, ну и здесь надо написать минус g минус один. Можно вопрос? Да. То есть, мы пользуемся свойствами того, что после того, как мы отсортировали относительно пивота, то от него тоже двигаться немного? Да. Давайте теперь подумаем, сколько этот алгоритм может работать. Оказывается, здесь так же, как в случае с алгоритмом quicksort, возможно два случая. Возможен хороший случай, когда массив будет делиться в соотношении примерно один к одному, и, возможно, плохой случай, когда массив будет делиться в соотношении один n минус 1. Давайте начнем с хорошего случая. На каждой итерации мы будем делить массив на две части, то есть мы будем рекурсивно запускать вот этот алгоритм, вот эту функцию, с размером массива n, потом с размером массива n пополам, потом с размером массива n на 4. Поскольку функция сплит работает за линейное время от размера массива, то при первом вызове функция будет работать от n, при втором от n пополам, потом плюс от n на 4 и так далее. Вы можете сложить все эти сложности, получить суммарное время работы как сумму геометрической прогрессии с показателем 1,2. Вы знаете, что такая сумма приводит к значению o от n. И в лучшем случае этот алгоритм будет работать за линейное время. Однако возможна ситуация, когда точно так же, как в случае с алгоритмом QuickSort вам не везет, и вы все время выбираете плохой пивот, который делит массив в неоптимальных соотношениях. Оказывается, здесь можно показать, что время работы так же будет n квадрат. В самом деле ситуация ничем не отличается от анализа сложности алгоритма QuickSort, в худшем случае, поскольку у алгоритма QuickSort было две ветки рекурсии, две ветки двойной ветвлений в рекурсии, и по одной ветке вы шли в массив размера 0, а по другой ветке шли в массив размера n-1. Здесь одна ветка рекурсии, и вы будете в худшем случае просто идти в вызов функции с размером массива n-1. Таким образом, возможно, ситуация в точности совпадающая с иллюстрацией для плохого случая для алгоритма быстрой сортировки. Вы начинаете с изначально порядочного массива, вам не везет, и в качестве пивота вы выбираете первый элемент. На следующей итерации повторяется та же ситуация, но с размером массива на единицу меньше и так далее. Вот таким образом время работы алгоритма поиска рандомизованной медианы, в худшем случае n-квадрат. Вот. Здесь точно так же, как и в случае с QuickSort, важно, что массив делится на самом деле не на две части, а на три. И если это условие упустить, тогда возможно написание алгоритма, который в худшем случае работает за бесконечное время, то есть невычислим. Есть ли у вас вопросы по этой части? А есть ли какого способа избежать программичность сложить? Избежать гарантированно есть, я об этом хочу рассказать прямо сейчас, есть также способ, который позволяет уменьшить вероятность того, что вы попадете в такую плохую ситуацию. Это выбор различных алгоритмов выбора пивота. Либо средний элемент, либо медиана трех, либо случайный элемент, либо медиана случайных трех элементов, либо какие-то другие вариации. То есть так же как-то сказать. Да. Оказывается, медиану можно найти за линейное время. Более того, если у вас есть алгоритм поиска медианы за линейное время, тогда вы можете гарантировать, что алгоритм QuickSort гарантированно можно сделать работающим за время n-algorithм n. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Возьмем исходный массив и разобьем его на группы пятерок. Вместо пяти можно взять любое несчетное число, оно фиксированное. И после этого каждую пятерку отсортируем или найдем в ней медиану. Нам важно, чтобы элемент, стоящий в середине, делил каждую пятерку на две части. Элементы, которые меньше, мы их здесь будем обозначать выше медианы, и элементы, которые больше, медианы, то есть мы их здесь будем отображать ниже. После этого найдем медиану всех медиан пятерок. и все пятерки разместим относительно этой медианной пятерки слева в случае, если их медианы меньше медианы-медианы, или справа в случае, если они больше, чем медианы-медианы. Вот. Для всех элементов исходной последовательности, которые теперь отображены в виде матрицы, можно будет записать соотношения, которые бы позволяли определить они, сказать про эти элементы, что они либо строго меньше, чем медиана-медиан, ну, извините, здесь будет более уместно сказать, что они меньше или равны, чем медиана-медиана. Оказывается, про все элементы вот этого прямоугольника, включая саму медиану, можно сказать, что они меньше или равны медиан-медиан. А про все элементы вот этого прямоугольника можно сказать, что они больше или равны медиан-медиан. Теперь, когда Вы выполнили это сравнение. Оказывается, оно позволяет сделать прям такой же логический ход, который мы делали, когда переходили либо к левой части массива, либо к правой части массива в алгоритме поиска рандомизованной медианы. Нам хочется часть элементов вот этого большого множества не использовать для дальнейших поисков медианы. Оказывается, что если все элементы вот этого прямоугольника больше или равны медиане, а медиана больше или равна, чем все элементы вот этого прямоугольника, тогда про все вот эти элементы можно сказать, что они больше или равны всем, всех вот этих элементов, каждого из этих элементов и обратно. Соответственно, если… Соответственно, мы можем записать условия на сравнение позиции, на сравнение искомого порядка, порядковой статистики и найденной позиции вот этой медианы-медиан и отбросить часть элементов, которые либо больше, либо меньше медианы-медиан. Итак, когда мы нашли вот этот элемент, давайте теперь за линейное время разобьем всю последовательность на три части, на все элементы, которые меньше этого элемента, на, собственно, пивот и на множество элементов, которые больше или равны этого элемента. Для этого мы потратим еще линейное время. А после этого мы продолжим либо работать с левой частью массива, то есть с теми элементами, которые меньше медиана-медиан, либо с теми элементами, которые больше медиана-медиан. Более того, оказывается, что для того, чтобы разбить массив таким образом на три части, вам достаточно перебирать только элементы вот из этого оставшегося прямоугольника, нижнего левого, либо верхнего правого, поскольку вот про все эти элементы и про все эти элементы вы и так знаете, что они больше ли равны медианы-медиан. Давайте теперь посчитаем сложность этого алгоритма. Возможно, мне есть слайд со сложностью. Разобьем массив на пятерки. Это нисколько не стоит, поскольку это просто арифметика над индексами. Отсортируем каждую пятерку. Это занимает некую константу умножить на количество пятерок. То есть это занимает время линейное по m. Поскольку вы сортируете массивы фиксированного размера, это значит, что на сортировку пятерок вы можете потратить конечное количество операций. И это количество операций будет равно высоте дерева решений в алгоритме сортировки для массива фиксированного размера. Наверное, 5 умножить на алгоритм 5, то есть величина порядка, порядка 10. Может быть, порядка 13. После этого вы ищете медиану середин пятерок. Мы будем предполагать, что наш алгоритм работает за линейное время, но вначале мы этого не доказали, поэтому будем считать, что время работы нашего алгоритма выражается как t от n. Значит, поиск медиан и медиан займет t от n делить на 5. После этого разобьем массив на две группы. Так что в первую группу попадают все элементы, которые меньше или равны медиан и медиан, во вторую группу все элементы, которые больше или равны медиан и медиан. И из рассуждений, которые мы провели выше, мы знаем, что положение пивота после этого разбиения будет делить массив в соотношении не хуже, чем размер вот этой части относится к размеру всего массива. Размер этой части будет составлять не меньше, чем 60% умножить на 50% от всего массива. То есть вот здесь три вторых, вот здесь одна вторая. То есть он будет, медиан и медиан будет делить весь массив на две части в соотношении не хуже, чем 0,3. Важно, что это константа. На эту операцию нам потребуется также линейное время, ну, это какая-то константа умножить на n. Вот. После этого мы запустим алгоритм рекурсивно либо на левой части, либо на правой части. Давайте будем считать, что нам всегда не везет, и нам все время приходится рекурсивно запускать алгоритм на большей части, и ее размер будет составлять как максимум 0,7 умножить на размер исходного массива. Получается, мы можем выписать сложность исходного алгоритма tn как сумму всех сложностей всех процессов, которые мы выше описали, то есть как t от n делить на 5 плюс константа умножить на n плюс t от n умножить на 0,7. Вот. Оказывается, у этого уравнения существует решение, которое является линейной функцией от n. Вот. Таким образом, сложность исходного алгоритма, асимптотическая сложность исходного алгоритма o от n. Вот. Здесь есть важный момент. Он связан вот с этой константой c. Оказывается, что сложность всего алгоритма достаточно чувствительна к c, и в тривиальной реализации множитель при вот этой асимптотической оценке оказывается порядка 10. Оказывается, его можно немножко улучшить, но он все равно получается достаточно большим. Давайте попробуем его посчитать. То есть выпишем то же самое выражение и по шагам посчитаем, сколько операций нужно делать на каждой стадии. Вот. То есть давайте вот это выражение запишем и найдем зависимость между c и множителем вот здесь. То есть давайте скажем, что t от n равно какой-то константе альфа умножить на n. Будем считать, что константного слагаемого нет. В то же время t от n равно t от n делить на 5, то есть это 0,2 умножить на альфа умножить на n плюс 0,7 умножить на альфа n плюс c умножить на n. Давайте таким образом найдем зависимость между альфа и n. В этом выражении все слагаемые зависят от n, поэтому можно все поделить на n. И давайте перенесем все, что содержит альфа, в левую часть. Здесь множитель единица, здесь суммарный множитель 0,9. Получается 0,1 умножить на альфа равно c. Таким образом, альфа равно c умножить на 10. Из этого следует, что чем быстрее мы сможем выполнить операцию, которая линейно зависит от размера массива, но не включает в себя алгоритмы поиска медиан и медиан при рекурсивных вызовах, тем быстрее будет работать весь алгоритм. Оказывается, таких операций здесь две. Одна операция — это сортировка пятерок, а другая операция — это разделение массива на две группы. Сортировку пятерок можно заменить на операцию поиска медиан пятерок. Это немножко быстрее. Наверное, так вы сможете сэкономить одно или два сравнения. То есть вместо 13 операций выполнить, например, 11. И это ускорение где-нибудь, ну, чуть меньше, чем на 20%. Второе ускорение можно достичь, если при развеянии массива на две группы вы будете сравнивать не каждый элемент с медианой и медиан, а только вот это подмножество, то есть только 40% элементов. Когда вы ищете медианы пятерок, тогда в среднем на каждый элемент вы тратите, ну, в случае, если вы пятерки сортируете, вы тратите алгоритм по основанию 2 от 5 сравнений. Какой-нибудь может сказать, чему эта величина равна, хотя бы примерно? 12? Не. Ну, ближайшая степень двойки... 2 и 1. 2 и 1 где-то. 2, может, 2 и 0,5. Ну, можно считать, что это 2, потому что значение 3 получится, когда под алгоритмом будет стоять 8. Вот это удельная сложность сортировки всех пятерок на каждый элемент в исходном массиве. И еще с каждым элементом массива в худшем случае, ну, вне оптимальной реализации придется сделать еще одно сравнение для того, чтобы понять, он больше медиан и медиан или меньше медиан и медиан. Вот, оказывается, это сравнение можно сэкономить, и его можно провести не для всех элементов, а только для 40%, которые попадают либо в нижнюю левую часть, либо в верхнюю правую часть здесь. Вот. К этому надо добавить 0,4m. Вот, получается, что в среднем наш алгоритм исходный будет работать за время порядка c умножить на 10, а c равно 2,1 плюс 0,4. То есть примерно равно 25... Альфа примерно равно 25. То есть для того, чтобы найти с помощью описанного алгоритма произвольную порядковую статистику в массиве размера n, вам надо сделать порядка 25n сравнений. Вот. Но при этом у вас есть гарантия, что этот алгоритм завершится за линейное время. Отдельной задачкой может являться такой вопрос. Какова вероятность того, что на случайной последовательности алгоритм поиска рандомизованной медианы будет работать медленнее, чем алгоритм описанной здесь. Вот. Если вы посчитаете, вы получите очень маленькое значение. Это означает, что в большинстве случаев можно пользоваться алгоритмом поиска медианы с помощью случайного выбора опорного элемента. Вот. И в каких-то случаях можно написать… Можно попытаться эту стратегию выбора поменять. Вот. И описанный только что алгоритм интересен главным образом теоретически, а практически он, наверное… Практической пользы он, наверное, никогда принести не может. Ну, кроме тех случаев, когда вам нужна строгая гарантия линейного времени работы. Итак, мы поговорили про алгоритм быстрой сортировки и про алгоритм поиска медианы. Заметили, что это… Заметили, что это очень похожие алгоритмы. И то, что, в принципе, алгоритм быстрой сортировки ускорить достаточно сложно. Мы попытались это сделать, но получили достаточно большой константный множитель. Наверное, вас мучает ответ на вопрос, а как же люди это делают в реальных условиях, в реальном коде, который вы можете, например, в стандартной библиотеке почитать. Потому что там кусорт используется довольно часто. Более того, базовый алгоритм сортировки и стандартной библиотеки используют кусорт. Оказывается, есть другой подход ускорить кусорт. Вам он понадобится, как минимум, для решения седьмой задачки, которая у нас устроена как соревнование. Оказывается, вы можете при запуске алгоритма кусорт при вызове функции передавать не только массив, но и передать количество операций, которые вы этой функции разрешаете сделать. А в случае, если она исчерпала лимит операции, вы можете заставить ее выбросить какое-то исключение или вернуть плохой статус возврата и после этого отсортировать всю последовательность каким-либо другим алгоритмом. Давайте введем понятие time to leave, то есть количество операций сравнения, которые нам еще разрешается сделать до тех пор, пока мы имеем право использовать алгоритм кусорт. Как только это количество исчерпается, мы будем запускать, например, хипсорт. Давайте рассмотрим два варианта. Сначала самый тривиальный, потом его немножко улучшим. Значение ttl в самом начале будем вычислять как какую-то адекватную оценку сложности, которую может иметь алгоритм кусорт. Ну, давайте скажем, что это некая константа умножить на выражение на алгоритм мэн. Можете открыть справочник, посмотреть, чему будет равно значение этой константы. Значение этого множителя в среднем умножить его, например, в два или в три раза и сказать, что если ваш алгоритм работает в три раза хуже, чем кусорт в среднем, наверное, он вообще плохой и его не надо использовать. Давайте будем пользоваться чем-нибудь, что гарантированно отсортирует последовательность за время ngn. Например, хипсорт или мержсорт. Что именно не важно. Поскольку важна лишь асимпетатическая оценка. Итак, выберем какое-то начальное значение ttl. Вы уже знаете, как это делать. Теперь нам нужно узнать положение пивота. Вызовем функцию split для массива a, n и давайте туда передадим какую-нибудь позицию. Например, случайное число на диапазоне от 0 до m. После того, как пивот выбран, мы хотим запускать кусорт либо на левой части, либо на правой части. А здесь в качестве размера левой части возьмем g. И нам нужно передать какое-то новое значение ttl. Скажите, сколько операций у нас осталось? Когда мы вызывали split, мы потратили ровно n-1 операцию. Поэтому сюда можно передать значение ttl минус n плюс 1. После того, как этот кусорт закончится, мы будем вызывать следующий кусорт. И при вызове следующего кусорта у нас оказывается еще меньше операций. Поэтому, если вот эту переменную передавать как ссылку, тогда здесь вы можете модифицировать не таким способом, а вы ее можете модифицировать внутри самого кусорта, написав ttl минус равно n-1. Более того, эту операцию можно реализовать внутри функции split. Но вот эта ветка нам будет интересна в случае, если после того, как вы уменьшите ttl, ttl будет больше нуля. В противном случае давайте вернем какой-нибудь статус нехороший. Например, вернем false. Это будет значить, что исходную последовательность и здесь надо еще раз отсортировать, например, алгоритм mergeSort. А вот здесь, соответственно, нам надо писать return true. Если вы вызовете вот эту функцию и она вернет false, то это будет означать, что вы не успели отсортировать последовательность за время ttl. Но ttl изначально вы можете выставлять как какая-то константа умножить на n-1, поэтому у вас будет гарантия, что алгоритм работал не больше, чем n-1. После этого вы можете запустить любой алгоритм, который работает за n-1 и гарантированно сортирует последовательность, и у вас получится алгоритм, который в худшем случае работает за n-1. Оказывается, поведение этого алгоритма можно немножко улучшить, если здесь не возвращать true или false. А вот в этом случае, если вы исчерпали ttl, тогда уже развернутую рекурсию в Q-сорте завершите с вызовами другого алгоритма сортировки, который гарантированно работает за n-1. Можно доказать, что это будет работать быстрее, чем вызов того же алгоритма на всем массиве, ну, потому что его сложности nvgn. И реализовать это можно, написав вызову вот здесь. Например, hip-sort левой части, которую вы уже пивотом разбили на две. И здесь ажитое плюс один n минус g минус один. Вот такая оптимизация используется в стандартной библиотеке, и это, наверное, та функция сортировки, которая чаще всего вообще на всех компьютерах в мире запускается. Вот поэтому, если вы когда-нибудь будете писать свою функцию, наверное, это та оптимизация, которую вы должны сделать. Вот она гарантирует, что кусорт будет работать за время nvgn. И более того, вы можете посчитать константу. В худшем случае константа будет складываться из оценки для TTL и худшего времени работы вот этого алгоритма. То есть, если для TTL вы берете, например, оценку умножитель 2 или 3 умножить 3 умножить на nvgn, и добавляете какую-то сложность, которая была бы связана с вызовом hip-sort, у вас получится сложность исходного алгоритма в худшем случае. Вот. Если вы проведете такой эксперимент, возьмете много-много последовательностей. Например, все возможные последовательности чисел от 1 до n просто перемешанные разным образом и попробуете их отсортировать различными алгоритмами. Потом для каждого алгоритма время работы на разных последовательностях отсортируете по возрастанию и построите график. У вас получится интересная диаграмма. Это будут монотонно возрастающие последовательности. и для каких-то алгоритмов у вас будет рост в области низких сложностей, а для каких-то алгоритмов рост в области высокой сложности. Давайте такую штуку нарисуем. Если кому-то интересно, обязательно проведите численный эксперимент. здесь будут находиться самые плохие неудачные последовательности, здесь самые хорошие. Вот. Давайте нарисуем такой график. Скажем, что здесь деление шкалы это O от 1, это O от n, это n лог n, ну, с разными коэффициентами, а это n квадрат. Давайте построим точки для разных алгоритмов. Знаете, что для алгоритма Qsort в лучшем случае для самой плохой последовательности получается время n квадрат. Знаете, что для плохих алгоритмов типа Select Sort, типа Insertion Sort, типа Bubble Sort время работы оказывается тоже n квадрат. Причем оно для некоторых из них оказывается n квадрат в среднем. Вот. Таким образом для них можно сказать, что всегда будет плохая сложность. Вот. Но для алгоритма n квадрат, для алгоритма Qsort в среднем сложность оказывается n алгоритм, причем с низкой константой. А в конце константа оказывается ну, не то, что большая, у него сложность оказывается n квадрат. Таким образом, про Qsort можно сказать, что у него какая-то хорошая сложность почти на всем протяжении этого графика. В конце она очень быстро вырастает до n квадрат. А для оптимизированного Qsort, про который мы только что сказали, такая же ситуация будет складываться до какой-то фиксированной сложности, а после этой сложности у него будет скачкообразное повышение до какой-то константы умножить на n вгм. Несмотря на то, что для части последовательностей ваш алгоритм будет работать медленнее, в самом худшем случае он будет все равно работать за n вгм. Ну, а если вы на этом же графике нарисуете пирамидальную сортировку и сортировку с влиянием, у них получится константная сложность на всем диапазоне, ну, за исключением может быть самого лучшего случая, когда все элементы одинаковые для хипсорта, но множитель у них будет всегда выше, чем вот это значение для квиксорта. Вот. Поэтому оптимизированный квиксорт все равно используют. Есть еще важный момент, который нужно обсудить касательно алгоритмов, основанных на сравнениях. Мы на первой лекции говорили про такие свойства, как стабильность алгоритма сортировки и про свойства локальности. Ну, если с локальностью все просто, это свойства требования дополнительной памяти, то стабильностью все немножко сложнее. Оказывается, что большинство алгоритмов не обладают этим свойством. Если вам оно нужно, вам придется делать какие-то дополнительные ухищрения. в частности, алгоритмы хипсорт и квиксорт не оставляют равные элементы на своих позициях. Они могут поменять их относительный порядок. Практически для каждого алгоритма существуют версии, которые либо не требуют дополнительной памяти, при этом будут работать немножко дольше, либо которые обладали бы свойством стабильности, при этом они требуют либо дополнительной памяти, либо также работают дольше. Таким образом, если вы решаете какую-то специфическую задачку, где важно, чтобы относительный порядок одинаковых элементов не менялся, то, возможно, вам нужно выбирать не квиксорт, а какой другой алгоритм. Когда вы работаете со стандартными библиотеками, обычно вам доступны функции сорт, но в стандартной библиотеке это стд сорт и есть функция стд стейбл сорт. Чаще всего стабильная сортировка реализуется через сортировку слияния, а просто быстрая сортировка чаще всего реализуется через кусорт, который оптимизирован хипсортом в случае, если лимит на количество сравнений не закончился. Вот. В среднем вот это работает немножко дольше, но если ваша задача требует стабильной сортировки, лучше использовать это, нежели какие-то стандартные способы сделать нестабильную сортировку стабильной. такой способ есть, по нему обязательно должны рассказать на семинаре, но кратко давайте скажу еще сейчас. Допустим, у вас есть какой-то нестабильный алгоритм и какой-то массив, который нужно сортировать. Вы можете исходный массив заменить на массив, который бы состоял из составных ключей, где каждый ключ выглядел бы как ключ и позиции элемента в исходном массиве. Для таких элементов вам придется написать сложный оператор сравнения, который бы сначала сравнивал собственные ключи, если ключи равны, тогда бы выбирал тот элемент, позиция которого меньше. Такой алгоритм гарантированно равный элемент расположит в исходном порядке. Обычно это требует дополнительной памяти. есть два способа типичных. Один способ это создать массив пар, а второй способ это создать дополнительный массив индексов и сортировать непосредственно индексы. Кажется, что массив индексов работает немножко лучше. Вы можете посмотреть, найти табличку в Википедии со сравнением алгоритмов и увидеть, что достаточно много алгоритмов работают за время n-algorithmen. Существуют те, которые в лучшем случае в лучшем и в среднем работают n-log n. Существуют те, которые в лучшем случае работают за o-at-n. например, алгоритмы сортировки вставками в лучшем случае работают за линейное время. Поэтому для части из них может сложиться неоднозначная ситуация, что есть ситуации, есть такие последовательности, где вроде бы плохой алгоритм работает лучше, чем хороший. Но в среднем лучшей сложностью обладает quicksort. Поэтому практически всегда его используют с какими-нибудь модификациями. Ладно. Это вы можете табличку посмотреть либо на вики, либо на слайдах лекция, которая в блоге выкладывается. Давайте теперь поговорим, как можно сортировать, не используя сравнение элементов, и как можно преодолеть теоретический порог в алгоритме нсравнении. Мы будем говорить про разные алгоритмы, которые базируются на алгоритме сортировки подсчетом. Таких алгоритмов на самом деле по большей части их два. это проазрядная сортировка от младших разрядов к старшим и от старших разрядов к младшим. Ну, есть некая вариация, которая чем-то похожа на быструю сортировку, поэтому иногда ее называют проазрядной быстрой сортировкой. Соответственно, давайте сначала начнем с сортировки подсчетом. Идея алгоритма следующая. Так. Давайте отмотаем на один слайд назад. Решим немножко, решим значительно более простую задачу. Давайте скажем, что нам нужно отсортировать массив, и мы можем ввести какие-либо ограничения на этот массив. Например, если мы знаем, что все элементы в массиве одинаковые, тогда отсортировать его может оказаться очень просто. Ну, в самом деле, если мы знаем, что все элементы равны, то массив уже упорядочен. Это тривиальный пример, который показывает, что дополнительная информация может снизить требования к сложности алгоритма. Но сортировка массива одинаковых элементов наверное бессмысленное занятие. Давайте рассмотрим какой-нибудь пример, который может быть более полезен. Например, у вас есть множество натуральных чисел от 1 до n, и они перемешаны. Вы знаете, что каждое число встречается один раз, и все числа из диапазона от 1 до n присутствуют. Как можно такой массив упорядочить? Вы можете выделить новый массив размера n и поставить каждый элемент на позицию, которая равна его значению, или которая равна его значению минус 1 в случае если вы начинаете индексацию не соединиться с нуля. Вот. легко показать, что этот алгоритм работает за линейное время, он, да, и он требует дополнительной памяти порядка m. Вот. Обычно когда говорят про оценку сложности алгоритмов, считается, что есть два измерения сложности память, память и время, и очень часто время стоит немножко дороже, чем память. Поэтому если вам нужно оценивать, например, миллиард элементов, и вы это можете сделать, просто выделив дополнительную память под эти миллиард элементов или под их индексы, то часто это сделать дешевле, чем запускать алгоритм, который работает время за n-algorithmen. Давайте посмотрим на реальный случай, просто посчитаем, сколько это будет в секундах и сколько такой алгоритм может занимать в реальных единицах памяти. Будем рассматривать два случая. Один — это работу quicksort, а второй случай — это алгоритм сортировки размещения. у нас есть миллиард элементов. Это примерно два в тридцатый. Мы хотим, а, мы знаем, что эти элементы являются пересортированным, перемешанным массивом от нуля до n-1, и мы хотим восстановить исходный порядок. Как это можно сделать? Мы выделяем массив такого размера и проводим количество операций с памятью, когда мы просто берем следующий элемент из массива и ставим его на ту позицию, чему равно его значение. Это работает за константное время. Кажется, это две элементарные операции с процессором, значит, можно сказать, что это n элементарных операций. Рассмотрим второй случай. Мы запускаем алгоритм quicksort. Он работает с оценкой какой-то множитель порядка 1,5 или 1,2 умножить на n гу-г-н и n равно 2 в 30-й. То есть вот этот множитель равен 30. Оказывается, что использование дополнительной информации об исходном массиве позволяет ускорить наш алгоритм почти в 30 раз, а может быть даже быстрее. На меньших размерах, например, для 10 элементов или там для сотни элементов прирост скорости может казаться несущественным и какие-либо специальные алгоритмы обычно требуется использовать, когда у вас либо очень много данных, либо очень серьезные требования по памяти либо по скорости. Вот. Но ограничение, которое мы рассмотрели, достаточно жесткое. Обычно вам не приходится иметь дело с массивами натуральных чисел от 1 до n перемешанных случайным образом. В реальной жизни встречаются множество с менее жесткими ограничениями. Например, у вас может быть массив чисел от 1 до n без повторений, но где могут быть пропуски. или у вас может быть массив чисел, где могут случаться повторения. Но при этом диапазон максимально и минимальное значение заданы и значения можно, возможные значения можно посчитать, их можно отобразить, например, на отрезок от 0 до n, где только натуральные чисел расположены. Вот. Оказывается, можно наш алгоритм модифицировать так, чтобы он работал не только для набора перемешанных натуральных чисел, но и для наборов с меньшими ограничениями. Давайте последовательно это сделаем и придем к алгоритму count sort. Давайте будем снимать ограничения последовательно. Давайте сначала снимем ограничения на то, что у нас есть все элементы с диапазоном от 1 до n. То есть будем по-прежнему считать, что элементы не повторяются, но при этом в нашей последовательности могут встречаться дырки. Как отсортировать такой массив? Давайте возьмем исходный массив. Скажем, что у него индексы от 0 до n. При этом множество значений будет от 0 до какого-то другой константы m. m может существенно от n отличаться. И вот в этом массиве могут быть какие-то дырки. Давайте теперь выделим дополнительный массив от 0 до m. И это будет массив булевых переменных или битовый массив. Мы пройдем по исходному массиву и в этом массиве возведем индексы там, где есть значения из исходного массива. Поставим какие-то значения 1, 0, 1, 1. 1 будет означать, что такое значение в исходном массиве есть, а 0 будет означать, что такого значения в исходном массиве нет. Теперь нам нужно пробежаться по этому массиву и индексы из массива из этого массива выписать обратно в массив значений в том порядке, в котором здесь встречаются единицы. мы можем взять какую-то переменную сначала присвоить ей значение 0, потом последовательно увеличивая ее, каждое значение и записывать в этот массив в случае, если в соответствующей ячейке вот этого индексного массива мы встречаем какой-то бит. такой алгоритм будет корректно сортировать последовательность в случае, если здесь нет повторяющихся значений, то есть мы одно ограничение сняли. Теперь надо снять второе ограничение, потому что обычно все же повторяющиеся значения встречаются. линейные. Нам надо один раз пройтись по исходному массиву, это O от N, и один раз пройтись по индексному массиву, это O от N. А, это сумма и просто да. А сортированный массив уже где-то третьим уже? Мы можем его записать обратно в этот массив. Вот. Давайте снимем еще одно ограничение. Будем считать, что в исходном массиве могут быть дублирующие значения, то есть несколько ячеек исходного массива могут отобразиться в один и тот же индекс в индексном массиве. Таким образом, если мы так сделаем, то в индексном массиве мы не сможем использовать ячейки типа boolean, мы не сможем использовать отдельные биты для того, чтобы представить индексный массив, нам придется хранить какие-то другие значения. Давайте скажем, что мы используем безнаковые целые и будем записывать там нолик, если таких значений нету, единичку, если одно такое значение, или количество значений, если их больше единички. Но этой модификации недостаточно, потому что если мы следующую часть алгоритма оставим прежней, то количество элементов, которые мы запишем в массив результата, окажется меньше, чем количество элементов в исходном массиве. Потому что количество ненулевых клеточек в случае попадания элементов в одни и те же клеточки будет меньше, чем размер сводного массива. И эту ситуацию нужно как-то побороть. Вот один из вариантов сделать это записывать столько ячеек в исходный массив, чему равно значение, которое вы встречаете в соответствующей клетке. То есть если вы хотите написать цикл, который разворачивает индексный массив обратно в массив результат, то в массив результат вам придется добавлять столько значений, чему равно текущее значение индексного массива. Давайте выполним цикл от нуля до m и t, где m и t это значение в индексном массиве и в исходный массив запишем значение индекса, по которому мы обращаемся к индексному массиву. Тут может быть один интересный момент с тем, как вычислять индексы, по которым мы будем записывать результат в исходный массив. Оказывается, ну, такой записи недостаточно, нужно ввести дополнительную переменную, которую мы бы инкрементировали всякий раз, когда мы записываем новое значение сюда. Давайте скажем, что это переменная j, и после записи каждой новой ячейки массива мы будем это значение инкрементировать. Этот подход снимает второе ограничение, но, тем не менее, у нас получается алгоритм, который нельзя использовать во всех возможных жизненных ситуациях, у него есть еще недостатки. Главный из них связан с тем, что мы ограничиваемся сортировкой только элементов, которые мы можем использовать в качестве индексов. то есть мы не можем к ключу привязать какие-то дополнительные данные. И мы не можем работать с такими элементами, которые нельзя продублировать. Такие ситуации иногда встречаются, и иногда нужны алгоритмы, которые могут обойтись только операциями типа своп. Оказывается, этот алгоритм также можно модифицировать, чтобы он с такими ограничениями работал. Итак, мы снимаем последнее ограничение. Мы хотим написать алгоритм, который может отсортировать любую последовательность, которая отображается на отрезок от 0 до M, на какой-то алфавит, возможно, с дырками, так что M было бы не очень большим. В которой, возможно, есть повторение и для которой выполняется условие, что элемент, на элементы нашей последовательности мы можем вызывать только операцию своп, но не имеем права их копировать. Итак, давайте вначале заполним индексный массив и в каждую ячейку это индексного массива запишем, какое количество раз соответствующее значение встречается в исходном массиве. После этого давайте посчитаем массив бегущих сумм по индексному массиву и в каждой ячейке индексного массива запишем сумму всех значений из индексного массива, которые имеют индексы, которые имеют смещение меньше или равное, чем данная ячейка. Вычислить такой набор можно, пробежав цикли по исходному массиву, записывая в массив результат значения из предыдущей ячейки плюс значения из текущей ячейки. То есть значение ячейки 1 равно значению в массив бегущих сумм с индексом 0 плюс значение в индексном массиве из единицы на позиции 1. Значение в массиве бегущих сумм с индексом 2 равно значению в этом же массиве с индексом 1 плюс значение из индексного массива с смещением и так далее вот после этого выполним операцию размещения для этого пробежимся по исходному массиву и для каждого для каждого элемента из исходного массива будем делать следующую операцию мы посмотрим в массив бегущих сумм с индексом на единицу меньше чем то значение которое записано в исходном массиве то есть для пятерки посмотрим на значение 4 назначение под индексом 4 и это значение под индексом 4 будет являться тем индексом под которым элемент 5 нужно будет положить массив результат после того как мы разместим одно значение массив результат мы соответствующий счетчик в массив бегущих сумму меньшим на единицу таким образом когда мы встретим два повторяющихся элемента например 3 и 3 тогда первую тройку мы положим первую тройку мы положим с индексом 2 вторую тройку мы должны будем положить с индексом на единицу больше единицу положим с индексом 0 четверку положим с индексом 3 это алгоритм отличается от описанного немножко раньше только тем что он позволяет именно копировать элементы исходной последовательности а не пытаться воспроизвести их заново из значений переменной цикла на самом деле это очень важное ограничение потому что данный алгоритм можно обобщить на сортировку каких-либо сложных ключей или каких-то данных которые содержат в себе отдельно ключ и какое-то значение которое ну которое можно легко потерять которое нельзя просто взять и синтезировать из какой-то индексной переменной давайте теперь посчитаем сложность этого алгоритма на то чтобы заполнить индексный массив нам надо потратить сначала время на то чтобы его выделить в памяти это время пропорционально размеру массива то есть от м или размер алфавита также надо будет потратить время пройдя по исходному массиву потратив n итераций после этого нужно будет посчитать массив бегущих сумм это еще плюс от м и в конце нужно будет сделать операцию размещения это еще раз от м тем образом суммарное время это от м плюс от м ну с множителем 2 мы получали получили операцию которая не использует ни одной операции сравнения требует линейные линейную сложность то есть дополнительное линейное количество памяти и количество операций линейные по размеру массива и по размеру алфавита и при этом она гарантированно сортирует последовательность на которой накладываются достаточно мягкие ограничения давайте попробуем придумать ситуации когда такой алгоритм был бы особенно эффективен да например у вас есть множество строк их надо отсортировать по первой букве или у вас есть множество элементов например всего четырех типов их надо отсортировать например это задачка геномного секвенирования вам надо нуклеотиды отсортировать отдельно положить или например у вас есть множество черных и белых шаров надо сначала разместить все белые потом все черные вот случае с м равно 2 задачка еще сильнее упрощается ее можно решить еще более эффективным кодом вот случае если вы имеете дело с произвольными натуральными числами то если вы запишите в десятичной записи то вы таким алгоритмом можете сортировать их по отдельным разрядам это свойство будет использоваться чуть дальше вот итак у вас есть алгоритм который выдают замечательными свойствами он работает за линейное время и он стабильный и вот это совокупность этих свойств позволяет его использовать для того чтобы написать особо эффективный алгоритм для сортировки строк или для сортировки каких-нибудь сложных ключей можно смотреть на код ну как мы говорили тут четыре цикла вначале мы создаем индексный массив заполняем его нулями заполняем собственно индексный массив считаем массив бегущих сумм потом делаем операцию размещения ну копируем данные из временного массива обратно давайте теперь рассмотрим два алгоритма по разрядной сортировке сначала алгоритм от младших разрядов к старшим он также англоязычной литературе называется this significant digit radix sort идея этого алгоритма следующая мы можем взять какой-то стабильный алгоритм и отсортировать с помощью него множество чисел или множество строк по младшему разряду после этого мы можем отсортировать тем же алгоритмом множество строк уже по второму разряду потом простите потом по третьему разряду и так далее пока не дойдем до самого старшего разряда всего того что мы выбираем стабильный алгоритм сортировки когда мы будем сортировать по старшим разрядам то те значения у которых значение младших разрядов различаются а старших разрядов совпадают будут менять свой относительный порядок это позволит нам используя быстро алгоритм для сортировки по одному разряду за несколько итераций отсортировать всю последовательность работа алгоритма можно проиллюстрировать таким слайдом давайте в качестве значений возьмем двоичные коды букв катинского алфавита вначале буквы будут расположены в беспорядочном порядке мы их отсортируем сначала по младшему биту вначале поставим все буквы которых младше бит 0 потом все буквы которых младше бит 1 потом проведем аналогичную операцию в качестве сортировки будем использовать алгоритм сортировки подсчетом и на следующей трации отсортируем уже буквы по второму разряду при этом мы можем видеть что те буквы которые имеют одинаковый второй разряд находится в порядке возрастания значений в первом разряде выполним эту операцию до конца получим отсортированный массив букв подобный алгоритм можно применить к любому множеству элементов которые представляются как сложные ключи или как числа с каким-то количеством разрядов или как строки фиксированной длины здесь очень важно что длина ключей одинаково давайте оценим сложность этого алгоритма да тут в этом конкретном случае используется размер алфавита 2 вы можете написать такой же алгоритм где размер алфавита будет больше например вы можете отдельные байты брать как алфавит наверное если вы захотите оптимизировать скорость работы этого алгоритма то вам захочется уменьшить количество разрядов чем больше размер алфавита вы возьмете тем меньше количество разрядов получится разумно в качестве алфавита брать какие-то целое количество бит например 1 байт или 2 байта или может быть 4 байта но нужно понимать что чем больше алфавит вы возьмете тем больше затраты памяти будет иметь алгоритм вот кажется что оптимально брать например размеру ключа это один или два байта если вы работаете со строками или с числами если например вы будете реализовывать длинную арифметику для сортировку строк то использование ключа размером 2 байта даст более быстрый алгоритм чем использование ключа размером 1 байт можно посмотреть на реализацию этого алгоритма на c++ здесь практически тот же самый код который используется для того чтобы реализовать сортировку подсчетом но мы его параметризуем одним дополнительным параметром мы передаем номер разряда и нам нужна специальная функция которая по значению элементов которые мы хотим отсортировать бы возвращала бы значение соответствующего разряда если речь идет о битах вам достаточно сдвинуть выполнить арифметический сдвиг на указанное количество бит и и взять первый бит числа из этого алгоритма можно выделить отдельную функцию которую выполняет count sort тогда можно будет заметить что алгоритм также как и алгоритмы основанные на сравнениях можно параметризовать функции который возвращал бы значение нужного разряда время работы этого алгоритма n умножить на количество ключей он требует дополнительное количество памяти порядка размера алфавита и также он требует дополнительный буфер на размещение элементов то есть плюс дополнительного от n памяти и если вы можете выбрать меньший размер ключа то есть меньшее количество разрядов то вы можете еще время работы этого алгоритма сократить обычно когда говорят про сортировку за линейное время тогда предполагают что вам нужно будет сортировать элементы кого-нибудь фиксированного класса у которых множество значений ограничено есть важно заметить что если вы не не можете ограничить множество возможных значений то написать алгоритм сортировки работающих за линейное время таким способом не получится то есть важным важной особенностью алгоритмов которые мы которые работают без сравнений является либо ограниченность алфавита либо наличие какого-то отображения на ограниченный алфавит при реализации разрядной сортировки от младших разрядов к старшим важным условием является использование стабильного алгоритма для сортировки по каждому разряду здесь важно отметить что вы можете использовать любой стабильный алгоритм вы можете использовать пример шорт можете использовать каунт сорт вы можете использовать insertion сорта не все дадут корректно работающий алгоритм но не у всех них будет оптимальное время работы важным моментом является то что при реализации вас да радик сорт, не обязательно использование алгоритма сортировки подсчетом. Давайте рассмотрим следующий алгоритм, который бы сначала сравнивал значения в старших разрядах, потом бы спускался к младшим. Для его реализации уже свойства стабильности базового алгоритма сортировки не требуется. Работать всем будет по следующей схеме. Сначала отсортируем массив по старшему разряду, потом разобьем массив на группы так, что все элементы, где значения старшего разряда одинаковы, попадут в одну группу, а элементы с другими значениями старших разрядов попадут в другую группу. В зависимости от размера алфавита групп может быть две, может быть больше. После этого рекурсивно запустим алгоритм сортировки со следующим номером разряда на первой группе и на второй группе. Так будет происходить до тех пор, пока мы не дойдем до самого последнего разряда или пока все значения элементов не окажутся одинаковыми в группе, либо пока размер группы не окажется равным единице. Такой алгоритм оказывается работает за такое же время, если в качестве базового алгоритма вы используете алгоритм сортировки подсчетом, поскольку он линейный. Если в качестве базового алгоритма вы будете использовать что-либо с нелинейной сложностью, например, merge-sort или heap-sort, то вот этот алгоритм будет работать немножко быстрее, чем RSD-radic-sort, ну, при условии одинаковых базовых алгоритмов сортировки. Этот алгоритм обладает одним важным свойством — он подходит для сортировки ключей переменной длины. То есть можно написать специальную последовательность, взять какой-то один очень длинный ключ и множество маленьких ключей, например, одну длинную строку на миллион символов и миллион маленьких строк длиной один символ. Вот этому алгоритму будет достаточно выполнить сортировку по первому разряду для всех строк, и в дальнейшем в рекурсию пойти только с одной строкой. Но сортировать одну строку бессмысленно, поэтому алгоритм сделает одну итерацию и сделает всего порядка миллиона операций копирования. На аналогичном множестве… если на аналогичном множестве вы захотите запустить алгоритм RSD-radic-sort, вам придется сделать по одной операции сортировки для каждого разряда, то есть миллион умножить на миллион. Всего количества операций копирования будет миллион умножить на миллион, то есть количество разрядов умножить на размер массива. Время работы у него также n умножить на длину ключа или на количество разрядов, и в качестве базового алгоритма здесь уже необязательно использование стабильного алгоритма сортировки. Вот. У этого алгоритма очень легко написать рекурсивную реализацию, но, как вы знаете, ее всегда можно реализовать в виде цикла. Давайте посмотрим, как работают два этих подхода. MSD-radic-sort сортирует разряды младшего к старшему, и в каждой операции сортировки участвуют все элементы массива. MSD-radic-sort, напротив, идет со старших разрядов к младшим, и при этом размеры сортируемых массивов всегда уменьшаются. Но для каждого разряда вам надо отсортировать не один массив, а несколько маленьких. Есть ли у вас вопросы по этой части? Да. Какие преимущества, которые начинают с младших? То есть, если получается, иногда будет их дольше, требует стабильную сортировку, а трактивные преимущества? Основное преимущество то, что на каждом разряде надо запускать алгоритм один раз. Это может быть критично, и еще из-за того, что у него нет рекурсии, у него реализация оказывается немножко проще. В целом, наверное, имеет смысл реализовывать вот этот алгоритм или алгоритм, основанный на сравнениях. Оказывается, что реализация MSD-radic-sort чем-то похожа на алгоритм быстрой сортировки в случае, если размер алфавита равен 2. Если вы будете сортировать массивы, в которых могут быть только два значения с помощью quicksort, тогда опорный элемент может либо всегда быть равен единице, либо может быть всегда равен нулю. И вы можете написать специальную функцию split, которая бы делила исходное множество так, что все нули бы оказывались в левой части, а все единицы в правой части. Где при этом окажется опорный элемент, на самом деле, не очень важно, поскольку можете написать рекурсию, которая бы всегда работала либо… Вы рекурсивные вызовы можете делать либо на все значения, у которых значение текущего массива 0, текущего разряда 0, либо на все элементы, где значение текущего разряда единица. Оказывается, что с такими ограничениями быстрая сортировка и MSD-radic-sort работают, в принципе, одинаково. Можно написать код, который это реализует. И убедиться в том, что, оказывается, эти два алгоритма имеют примерно одинаковые оценки при некоторых ограничениях. MSD-radic-sort может работать быстрее в том случае, если у вас будет какое-то достаточно большое количество одинаковых ключей. Такая ситуация может возникнуть, если количество разрядов будет меньше, чем максимальная глубина рекурсии, которую бы вы достигли в случае quicksort. Оказывается, что если вы реализуете алгоритм по разрядной сортировке, то есть binary quicksort, тогда это позволит вам решить ситуацию с неоптимальным выбором пивота. Ведь вы всегда можете выбрать оптимальный пивот, который, ну, допустим, он всегда будет равен единице, и вы всегда будете знать, что массив можно достаточно хорошо поделить по этому пивоту на части. И глубина рекурсии здесь уже будет ограничена не тем, насколько хорошо или плохо алгоритм quicksort будет делить, в которых алгоритм сплит будет делить массив на две части, а просто разрядностью массива. Таким образом получается алгоритм, который работает так же быстро, как quicksort, но у него фиксированная глубина, фиксированная глубина рекурсии, которая равна разрядности данных, которые вы подаете на вход. Можно сделать еще одну модификацию над этим алгоритмом, и вы можете написать алгоритм аналогичный quicksort, который бы также делил массив на три части. В первой части пусть будут все элементы, у которых значение текущего разряда меньше, чем пивот, в средней части все элементы, где значение текущего разряда равны пивоту, и в последней части все элементы, у которых текущий разряд больше, чем пивот. В такой ситуации вам придется делать не два рекурсивных вызова, как в случае quicksort, или m рекурсивных вызовов, где m это размер алфавита в случае msd-radic sort, а всегда три. Но на разных вызовах вам придется либо увеличивать номер разряда, либо оставлять его прежним. Если вы знаете, что все значения в группе имеют одинаковый первый разряд, то есть если это вторая группа, то надо будет запустить тот же алгоритм рекурсивно со следующим номером разряда. Если в группе есть элементы, у которых значения первого разряда отличаются, то нужен рекурсивный запуск с тем же самым номером разряда. Реализацию можно посмотреть здесь. Пишем freeway split, который смещает два указателя друг к другу до тех пор, пока все элементы между этими указателями не будут равны пивоту. После этого рекурсивно запускает алгоритм на трех группах. На первой и последней группе номер разряда не меняется, на средней он увеличивается на единицу. Диаграмму работы можно отобразить следующим образом. Вначале у нас есть какой-то неупорядоченный массив. Мы выделяем в нем pivot и разбиваем массив на три части. После этого на средней части запускаем рекурсивно со следующим значением разряда. На первой и последней частях запускаем с тем же самым значением разряда. Этот алгоритм позволяет несколько более эффективно сортировать длинные строки, нежели это делает алгоритм quicksort. Поскольку на каждой итерации при сравнении ключей сравнивает только значение отдельных разрядов, а не всю строку целиком. Вот, поэтому количество сравнений каких-то элементарных объектов в таком случае может быть окажется и больше, чем в случае с quicksort. Но когда вы сравниваете строки, вам приходится сравнивать символы от начала строки до какого-то значения, где символы отличаются. Вот, поэтому в случае длинных строк данный алгоритм работает лучше, потому что здесь элементарным объектом являются буквы, а в случае quicksort длинные строки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...